Зверю каждому он друг. Они заботятся о здоровье тех, кого мы приручили и пристально следят за качеством сельскохозяйственной продукции. Петеринарные работники на этой неделе отметили профессиональный праздник. Лучшие из лучших собрались в актовом зале сельхозакадемии, получили заслуженные награды и приняли теплые поздравления. Он подарил любимой профессии больше полувека и сегодня продолжает трудовой путь. Анатолий Леонтьевич вырос в христианской семье. С самого детства был окружен домашними животными. Последние годы он не только ветеринарный врач, но и педагог. Преподает в университете пожилого человека. Признается, с середины прошлого века работа ветеринаров существенно изменилась. В моей практике были болезни и ящер крупного рата скота, и чума свиней, и холера птиц. А сейчас практически у нас нет этих заболеваний. Мы оздоровили от лейкоза фермы, от туберкулеза. Так что сейчас, конечно, результаты очень хорошие. И все же время ставит перед ветврачами непростые задачи. Не допустить распространения африканской чумы свиней. Поставить прочные барьеры на пути бешенства. Здесь мы, конечно, уделяем большое внимание профилактике вакцинации как в дикой фауне, так и среди домашних животных. Держим. Осложняет еще, у нас как бы проблема есть с нашей государственной, с Украиной, да, где на сегодняшний день тоже и бешенство, и африканская чума свиней. Ну, поэтому здесь взаимодействуем с пограничниками, с Росвиху, с надзором. Только вместе мы работаем. Как и в любой сфере, главное, в ветеринарии квалифицированные кадры. Аграрная отрасль активно развивается. Врачи и лаборанты очень востребованы. А потому лекционные аудитории сельхозакадемии не пустуют. Для Дарьи ключевым условием выбора профессии стала любовь к животным. Ее ветеринарный путь только начинается. Впереди четыре года студенчества. Конечно, говорят, что не очень легко, потому что все-таки профессия врача. Ты будешь работать с существами, которые живые, которые требуют внимания, ответственности. Но говорят, что очень интересно, очень познавательно, очень здорово. Реактивы, микроскопы, высокотехнологичные приборы. Рабочий день Ольги Фирсовой заполняют лабораторные труды. Ее задача – не допустить зараженные или некачественные продукты на прилавке. Чтобы не было сибирской язвы, чтобы не было чумы из свиней и паразитарных заболеваний всевозможных. Сегодня Управление ветеринарии нашей области насчитывает более тысячи специалистов. Плюс врачи крупных животноводческих комплексов и холдингов. От них зависит не только здоровье животных, но и каждого человека. Юлия Абрамова, Максим Леонов, Телеканал СЕЙМ.